9 мая – знаменательный день в истории Украины. После четырех лет народ наконец-то одержал победу в самой страшной войне XX века. Имя ей – Вторая мировая. В преддверии этого праздника по всей территории страны готовятся к проведению торжеств. В Белгороднестровском уже определились, когда и в какой день будут проходить концерты и выставки. Как рассказали в отделе культуры, на этой неделе уже проходят экскурсии в музей, в библиотеках и школах проводят классные часы. Ну а массовые мероприятия начнутся уже в пятницу, 6 мая. Традиционно пройдет торжественное собрание и праздничная театрализованная концертная программа, тематикой которой в этом году идет письма с фронта. То есть через призму, скажем так, писем с фронта, которые получали в то время, а многие письма, мы знаем, доходили через 10 или через 20 лет до своего адресата. Вот таким образом представлена будет концертная программа, в которой мы проживем те 4 года войны, которые переживала наша страна. Праздничную программу готовит Центр культуры и досуга по чутким руководствам главного режиссера Анатолия Красовского. Принимать в ней участие будут не только работники Центра, но и музыканты и певцы Акермана. Светлана Байло заверила, что концерт будет интересный, с новыми песнями и интерпретациями. Ну а конкретно 9 мая тоже готовится большая праздничная программа по всему городу. С утра традиционно придут возложения к памятным знаком, посвященным Второй мировой войне. Без 20.10 начнется торжественное шествие от исполкома к мемориалу славы. И в 10 часов торжественный митинг, посвященный 71-й годовщине победы над нацизмом. После этого все горожане смогут увидеть выставку боевой техники, которая будет располагаться перед центральным входом в парк Победы. В парке Победы 9 мая будет проходить концерт хора «Мрия». А в парке мира для ветеранов готовится праздничная программа и угощение «Казацкий кулеш». Дети скучать тоже не будут. Для них запланировали проведение различных спортивных соревнований. С 6 до 7 такая концертная программа для вас ветераны, которая готовит отдел образования, это детские коллективы. Но уже с 7 часов и до 9 часов, ну скажем так, взрослая концертная программа, это солисты, коллективы, как танцевальные, так и хоровые, вокальные отделы культуры. Программа будет интересная. Наши коллективы, наши солисты готовят опять же новую программу. Я думаю, всем будет интересно. В конце торжеств всех гостей и жителей города ждет сюрприз от театральной студии «Доблесть». В отделе культуры обещают, что скучать в этот день не придется. Татьяна Корпенко, Андрей Романовский, Бесарабия ТВ.